А перед началом просмотра этого видео хотел бы вам снова напомнить то, что в моей группе ВКонтакте идет набор модераторы. Вы можете перейти по ссылке в описании и написать заявку в это обсуждение. Ну а теперь давайте перейдем к просмотру. Доброго времени суток, друзья! С вами Вектор. Сегодня я хочу вам продемонстрировать очередную фишку со скорбордом. Ну и как вы видите, я уже одел новогоднюю шапочку, так как уже скоро приближается Новый Год. Ну и давайте перейдем к самой фишке. Ну и сегодняшняя фишка с помощью команды скорборд позволит нам сделать так, чтобы мы не могли пвпшиться с другими игроками. Сейчас я продемонстрирую. Как вы видите, я спокойно могу убить игроков. После активации всех команд, как вы видите, я этого сделать не могу. Даже при помощи меча, либо другого инструмента. Ну а теперь давайте посмотрим, как это можно сделать. Для начала мы должны создать команду при помощи скорборд, teams.add и названия нашей команды. В моем случае это noPvp. И активируем наш командный блок. Затем мы добавляем всех игроков в нашу команду noPvp. При помощи скорборд, teams.join, наша команда и собачка. То есть мы добавляем всех игроков. Ну и третий командный блок, который и задает нам эту функцию. Не пвпшится. Это скорборд, teams.option, название нашей команды, friendlyfire.false. И активируем этот командный блок. И теперь я не могу пвпшиться ни с каким игроком. Даже если я возьму меч, либо другой инструмент. Как я это показывал в начале. Ну а если мы вот здесь вот пропишем true. И активируем этот командный блок. То тогда мы по-прежнему сможем пвпшиться. Вот такая вот команда. Точнее несколько команд. Я думаю это будет особо полезно тем, кто создает карты на прохождение. Ну и на этом все дорогие друзья. Я надеюсь вам понравилось это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте большой палец вверх. Ну а также не забывайте подписываться на мой канал. Ну а чтобы не пропустить мое новое видео. Нажимайте на колокольчик возле кнопки подписаться. Ну и всем удачи. Всем пока.